Игорь Михайлович, на финал вопрос. Светлую седмицу хочется спросить, как проводите эту неделю и есть ли какие-то постальные традиции в вашей семье? Я думаю, что как в каждой семье, конечно, такие традиции есть. Все готовятся, печет куличей, делают Пасху, вместе с ребятишками раскрашивают яйца, потому что это интересные очень задачи. Я в данный сезон в этом участие не принимал, это отдельная семья делала, но привезли все сюда, осветили и проводим так, что, наверное, на Пасхальную седмицу такое особое настроение и все находятся в более мирном расположении духа. Поэтому надеемся, что будет больше позитивных эмоций и на работе, и в общественной жизни. Игорь Михайлович, ну уже все заметили за год, что вы являетесь руководителем области, вашу, так сказать, стойкую приверженность к православным традициям. Вот такой, может быть, личный вопрос. Это идет из семьи, то есть это традиция. Это вы вынесли из детства, это было воспитание или это был уже позже приход, позже сознательно зрелом области? Нет, ну, конечно же, из детства крестили, когда я был маленьким. И потом в жизни это очень часто помогало, особенно когда в армии служил. В любые, я думаю, переходные периоды жизни у любого человека это всегда хорошо. Поэтому, наверное, можно вспомнить слова Иоанна Златоуства, одного из творцов литургии, который сказал в назидании на нашем будущем поколении, такая гениальная фраза, он сказал, чтобы хорошо помолиться, надо хорошо испугаться. Поэтому лучше в нашей жизни меньше пугаться, так сказать, и более быть устойчивыми. Мы тоже понимаем, что православные традиции, они могут дать, они связаны с культурной жизнью нашего общества, и они могут дать такой стержень для того, чтобы личность человека при вхождении в активную жизнь, при том, когда будет много всяких соблазнов, выборов, чтобы человек мог примерно сверять свою жизнь с каким-то эталоном, которым, собственно, является наша православие. При этом мы очень толерантные люди, все мы уважаем другие веры, другие концессии. Мы считаем, что все люди, они хорошие, и все, так сказать, религии тоже достаточно полезны для развития личности и общества. Но у нас эта тема, наверное, носит особый характер Тверской области, потому что мы сейчас договорились, что когда будут проведиться православные праздники, мы все-таки должны и активизировать нашу общественную жизнь, в том числе, может быть, конкурс детских рисунков, какие-то общественные фестивали, мероприятия, чтобы это не носило просто характер похода в церковь или присутствия на службе, все-таки должна еще общественная жизнь развиваться, и она должна обязательно иметь информационный повод, для которого, наверное, хорошим могло быть основанием это вот наши, так сказать, православные праздники 20-го.